Она была девушкой мечты индийского кинематографа, а он был настоящим мужчиной Болливуда. Что случилось, когда они встретились? Ничто иное, как испепеляющая история любви обязательно расцветет, когда два человека с потрясающе великолепной внешностью соберутся вместе. Прошлые суперзвезды Хема Малини и Тхармендра влюбились друг в друга в 1970 году на съемках фильма. В то время Тхармендра уже был женат на прокаж Каур и имел двух сыновей Сани и Бобби, но это не помешало ему влюбиться в Хему и ухаживать за ней. В то время Хема тогда отклонила несколько предложений руки и сердца от таких актеров, как Санжив Кумар и Джетендра. Поначалу Хема не отвечала взаимностью Тхармендре, так как в то время ей не хотелось связываться с женатым мужчиной, но потом случилась любовь и они связали себя узами брака в 1980 году. Перед свадьбой они оба решили принять ислам, так как первая жена Тхармендры Прокаж Каур не хотела развода. Отец Хемы, как и любой другой отец, был категорически против их брака, так как не хотел, чтобы его дочь вышла замуж за уже женатого человека. Хема вышла замуж за Тхармендру после смерти своего отца. Судя по сообщениям СМИ, Хема и Тхармендра были так сильно влюблены друг в друга, что пошли против воли своих семей и обратились в другую религию. Они поженились 21 августа 1979 года в Мехре за 111 тысяч рупий в присутствии двух законных свидетелей. В биографии Хемы Малины говорится, что ее привлек Тхармендра, потому что он был сильным и молчаливым, как ее мать. Актриса находит своего мужа очень романтичным и говорит, что он до сих пор смотрит на нее так же, как в их первую встречу. Неудивительно, что Тхармендра до сих пор смотрит на нее так же, как и при первой встрече. Дива выглядит потрясающе, как и всегда. В интервью Хема сказала, что это была песня «Мэйн Джад Ямпа Пагла», в которой она влюбилась в Тхармендру. Она также показала, что это были его милые танцевальные движения в песне, которые заставили влюбиться в него внемедленно. Ходили слухи, что во время съемок одной из сцен в Шалая Тхармендра давал деньги осветлителям, чтобы убирали свет со съемочной площадки. Повторения сцен давали ему возможность обнимать Хему чаще. Тхармендра заставляет ее чувствовать себя особенной. Ни возраст, ни время не повлияли на их любовь и привязанность друг к другу. Они встречались в течение пяти лет, прежде чем пожениться. Эта пара состоит в браке уже более 38 лет, и у них есть две дочери – Эша и Ахана Диол. Они действительно олицетворяют любовь во всех ее формах. Даже сейчас, когда они появляются на экране или в любом шоу, они выглядят одинаково прекрасными и безумно влюбленными. Они снялись вместе в 42 двух фильмах. Их экранная химия была так же высоко оценена аудиторией, как и их закадровая химия. Их любовь была вечной и играла вдохновение для многих молодых людей прошлых лет. Для Тхармендры влюбленность в девушку мечты была почти мгновенной. Без сомнения, даже после стольких лет в наш сердце это индийское кино говорит «Хема все еще девушка моей мечты». И говоря о своем всегда таком очаровательном и романтичном муже, Хема Малини тоже имеет сладкие воспоминания о своих молодых днях. Она говорит «Я снималась в Насике». Он снимался в Бангалоре. Внезапно он пропал со съемок, и все забеспокоились. На следующий день я вижу его в Насике. Он ехал в течение 20 часов до самого Насика, только чтобы увидеть меня. Он пришел и сказал «Я так тебя люблю. Чтобы любить так глубоко, у тебя должно быть большое сердце. Вот что мы называем истинной и невинной любовью». После всех этих лет супружеской жизни они продолжают безумно любить друг друга. Им пришлось сменить религию, чтобы отпраздновать свою свадьбу. Но их любовь все еще стоит высоко. Это, несомненно, одна из самых популярных любовных историй Болливуда.